Русский концертный ансамбль Абашев признается, что подобные мастер-классы от таких профессионалов, как Дмитрий Дмитриенко, очень важны. Ведь благодаря им появляется свежее дыхание, новый взгляд и новое видение. Мы музыканты, мы сами играем. Мы не можем со стороны до конца правильно, точно оценить, допустим, баланс звучания инструментов. Даже простым языком выражаясь, кто-то играет громче, кто-то тише, кто-то кого-то опережает. А вот человек, профессионал тем более, тем более дирижер, когда это все со стороны видит, он может уже дать дельный совет. Кому как играть, где на что, кому обратить внимание. Вдвойне приятно побывать на таком мастер-классе накануне своего дня рождения. Русский концертный ансамбль «Три плюс два» в эти выходные отметил свое двухлетие. Нам, музыкантам, особенно вот здесь в провинции, очень необходимо для развития, я бы даже сказал, это обязательное условие, регулярно общаться, обмениваться творческим опытом с выдающимися людьми, с людьми с большим опытом. Очень важен свежий взгляд, тем более, что сам Дмитрий Сергеевич является еще и баянистом, помимо того, что дирижер. И я как баянист, конечно же, с большим трепетом и волнением подхожу к этой встрече. По словам Дмитрия Дмитриенко, художественного руководителя Государственного академического ансамбля русских народных инструментов «Россия» имени Людмилы Зыкиной, очень радует, что все больше и больше в России появляется молодых и очень талантливых коллективов. И встречи с ними дают взаимное обогащение. Я в них очень верю, я очень много вообще жду таких каких-то творческих, настоящих совершений от этого коллектива. Поэтому это было и мое огромное желание с ними встретиться, пообщаться, обсудить, может быть, какие-то вопросы творческие. Я очень надеюсь, что ребята в следующем году примут участие в нашем самом большом, крупном и престижном всероссийском музыкальном конкурсе в номинации ансамбля. Поэтому нам будет о чем сегодня поговорить на мастер-классах. И поговорить, и послушать, высказать свое мнение, поделиться впечатлением от услышанного. Вообще музыка Шандарева, она очень сложна для исполнения, несмотря на всю такую свою, знаете, красоту такую внешнюю, очень привлекательная музыка всегда. Как мы порой говорим, очень вкусная музыка, да, то есть ее хочется играть, и когда ее слушаешь, ну просто вот удовольствие. Знаете, когда вот вроде бы все черно-белое, а Шандарев берет так вот и цветными красками все раскрашивает. Помимо концертного ансамбля народных инструментов, участниками мастер-классов стали и солисты Вятской филармонии. Для них мастер-класс прошел от лауреата международных конкурсов Ирины Крутовой. Для вокалистов такой мастер-класс стал замечательным подарком перед наступающим Новым годом. Ирина Крутова – это певица, исполнительница русских классических современных романцев, старинного романца, народных и авторских песен. Палитра большая, и, собственно, наследие культурное столь велико, что желание прикоснуться ко всем проявлениям, оно, в общем-то, неистребимо во мне, и все время рождает новые программы. И интересные для меня, в первую очередь, и я уверена для зрителей, потому что, если однажды они уже к нам пришли, они всегда с интересом следят и ждут новых программ. Отметим, что мастер-класс для музыкантов-народников прошел в рамках творческого визита Государственного академического ансамбля русских народных инструментов «Россия» имени Людмилы Зыкиной. А в выходные на сцене Большого зала Вятской филармонии состоялся концерт этого прославленного коллектива. Елена Крылова, Игорь Охотников, Вести Киров.